Я считаю, что Саша не готов сейчас со мной даже боксировать. Предлагаем и вызови по правилам бокса. Вы хотите, чтобы я накидал Саша еще раз по боксу теперь, что ли? Не знаю, за пацанов держишь, что ли? Слушай, куда ты смотришь? Эй! Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов. И сегодня я приготовил для вас очень информативное видео о, во-первых, потенциальном боксерском противостоянии Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко. Во-вторых, роли маги в поп-ммэй-среде, с которой он плотно слился, став лицом промоушена-арена. Ну и в-третьих, о причинах, по которым главный проспект российских ММА Шара Буллет бросает вызов Александру Шлеменко, но не бросает Магомеду Исмаилову. Будет интересно и немного весело. А чтобы ничего не пропускать, обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем приятного просмотра! Всем сегодня вызовы кидали. Кроме меня, да. Ты сам вызов кинул. Ну да, да, пришлось Ваню вызывать уже как бы. Варюк, если фоткаемся, давай сфоткаемся. Ты фоткаться хочешь? Давай сделай. А почему Ваню вызвал? Почему Ваню вызвал по боксу? Ну мне, знаешь, о Ване часто спрашивают там и так далее, реванш там туда-сюда. У него сейчас 1-0, да, в боксе, и у меня 1-0. Почему бы нам кому-нибудь не сделать 1-1, а кому-нибудь 2-0? А? Хорошо было бы, нет? Ну, в принципе, интересно. Хорошего боксера выиграл, кстати. Достаточно такого. Ну, вот, поэтому Ваня суперконкурентное противостояние в боксе, я считаю, для меня. Поэтому, почему бы нет? Это тот самый реванш, о котором спрашивали у Вани, и он так достаточно скромно отвечал, типа, ну, выиграл Мага, что сейчас я должен, типа, бегать за ним и думать там о реванше. Ну, вот это как бы лазейка у него, я считаю, появилась. И, знаете, вот сейчас много у меня есть предложений, на самом деле, по противостоянию по боксу, и одно из них, одно из них это Ваня. Да, и это для меня самое более интересное, нежели другие предложения. Сейчас, знаешь, складывается такое ощущение, что ты немножко так вышел в глазах людей из статуса... Предлагаемый вызове по правилам бокса. Он предварительно согласился. Запишите это на камеру, я на днях выложу видео с его словами подтверждения. Вот этот вопрос, вот тоже, тогда я не как бы собрал со мной драться. Не, ну, нам же должны заплатить. Я за идею. Как он мне накидал? Нормальная валюта. Все, все, если зритель даст добро, сделает. Что, вы хотите, чтобы я накидал Саше еще раз по боксу теперь что-то? Пишите, что нет, вы этого не хотите. А ты сам хочешь? Нет, конечно. Зачем? Ну, на данный момент не хочется, понимаешь, но по ситуации, ну, сейчас, что я, блин. Я считаю, что Саша не готов сейчас на мне даже боксировать. Вот такой момент. Я-то буду вот такие оплюшки кидать, как бы, серьезно. А он вот так делает. А когда ты вот так делаешь, а я делаю вот так. Заканчивается плохо, как бы. А если к тебе человек подходит, сам инициирует, это не повод сказать, ну, да. А то так получается. Смотри, я в любом случае схожу из публики, из интересовых. Если им интересно это, посмотрите. Если они сейчас начнут бомбить меня, как в прошлый раз, тогда типа, да, Саня, тебя уж шатает, там, и так далее. Саня, ты не выездишь. Давай, там, вот так, если подкидывай, так начнут меня народ прям, публике будет интересно. Сделаем. Почему нет? Тут ситуация, знаешь, какая. Я не хочу, чтобы мне во время какого-то противостояния пришлось думать за моего оппонента. Чтобы сильно не ударить его, там, или что-то такое. Это не мое. Я выхожу, должен быть суперконкурентный парень напротив меня. А если до Саши Монсон доносил удары свои, если Тарасов доносил, ну, я уж точно донесу. И поплотнее. Вот, поэтому сейчас посмотрим, если Саша там будет прям в суперкондициях, я думаю, народ скажет, мы хотим. И вот когда народ скажет, мы хотим, и он будет в хороших кондициях, тогда без проблем. Вот смотри, сейчас ты так в глазах людей, может быть, немножко теряешь статус действующего бойца ММА и приобретаешь статус человека, который, знаешь, типа, ты работал на имя, сейчас имя работает на тебя, ты ходишь на конференции различные, участвуешь в шоу, зарабатываешь этим в том числе. А нет такого, что тебе из-за этого сейчас будет тяжелее настроиться на то, чтобы снова погрузиться в такую полноценную подготовку, себя там, стресс пережить и прочее. Если ты можешь этого не делать и зарабатывать без этого. Прям вот не терпится ответить, знаешь. Знаешь, я хочу сказать, те, кто знают меня изначально, как я появился, как я начал прогрессировать в ММА и в медиапространстве. Все знают, что я появился там на костылях с порванными связками и с телефоном. Так же было? Было, правильно? С порванными связками. Что нам остается делать? Что мне, в клетку заходить с оперированным коленом? Нет. Мы занимаемся медиа в этот момент, пока не заживет мое колено. А когда колено заживает, я захожу в клетку, и все, кто эти говорили, что он теперь блогер, они говорят, вау, серьезно что ли? Поэтому, чтобы вот это вау произошло, понимаешь, я должен появляться на пресс-конференциях и так далее. Я должен сохранять свое медиа. Почему? Потому что колено пройдет, а медиа не будет. Мне интересно. Поэтому колено пройдет, должно сохраняться медиа. Тогда я им дам ту пищу, которую они от меня ждут. Вот. И сейчас сказать, что теперь все, Магомед... У меня так все начинается. Мои все основные взлеты начинаются с какой-нибудь операции. Я там с кострелями хожу, все говорят, он блогер, уже не боец. И так далее. Это меня мотивирует. Я возвращаюсь и делаю свое. Все. Ты что, ты видел, какой я там толстый был, да? Сейчас посмотрим на модель. Модель. Ты что, братичка? Я уже там не кукуруза охраняю, я работаю по-серьезному. Так что я им всем еще покажу. Я всем еще задам жару. Подожди. Ну а был вот вариант, при котором твой бой с Александром 26 августа состоялся бы? То есть в какой момент ты уже понял, что типа нет, точно? Я за два с половиной месяца уже понял, что я не смогу. Ну, конечно, может, я не мог стоять, бить груз. Сейчас я могу подвигаться там, попрыгать и так далее. И я подумал, почему бы. Я подумал, хорошо, если в сентябре Саша не может со мной как бы драться, дерется с кем-то другим. Хотя сейчас я понимаю, что и сентябрь, так себе дата, да, для ММА в моем случае. Я понимаю, что на сентябрь боксерский поединок будет более как бы правильное решение с моей стороны. То есть делаю боксерский поединок и с этого момента уже подключаю по-серьезному свои борцовские навыки в тренировочном процессе. Ну, а вот как сейчас выглядит в этом среднестатистический день? И насколько в нем велик процент подготовительного процесса именно? Одиннадцать спать ложусь, просыпаюсь, кушаю, тренируюсь, опять спать ложусь. Просыпаюсь, тренируюсь, кушаю, снова ложусь спать. И вот такой у меня день сурка на каждый день. Каждый день день сурка. Заснул, покушал, проснулся, потренировался. Заснул, покушал, проснулся, потренировался и так далее. Заснул, покушал, попарился, потренировался. И вот так. Уже мне это как образ жизни. Да, на данный момент. Просто заснул, покушал и потренировался. Это все, что я тебе могу сказать. И вот сейчас я сюда приехал, я прям кайфуюсь, знаешь. Тут нет тренеров, которые надо мной сидят, там, ааа, надо встать, надо это сделать и так далее. Я говорю, это такая прогулочка для меня хорошая, такая, знаешь, вот как бы. Да, да, разгрузиться немножечко здесь, провести время так с людьми, там, пообщаться, я не знаю. Я вижу здесь людей, которые смотрят на меня и улыбаются. Меня это заряжает. Мне приятно, что я вызываю положительные эмоции у людей, которые меня видят. Это радует, заряжает. Постараюсь немножечко растянуть дальше их улыбки. Немножечко шире хочу сделать. Не вот. Сколько ты сейчас весишь? Такая тема, которую ты поднимал неоднократно? 96. Ты чего, брат? Саше не говорите, суетуха апнет. Да, он отмечал как раз, что ты весил там за сотню. 106. Но это после операции, плюс там отсутствие тренировочного процесса. Такой у меня опыт был, я решил. Обычно, если я там прооперировал колено, то я обязательно делаю отжимания, знаешь, там, или пресс качаю, или там шею качаю. А тут я решил, короче, дай-ка два месяца, вообще ничего не сделаю, как бы. Ну, думаю, возможно, это хорошо повлияет на меня и так далее. Нет, не делайте так. Болит нога, отжимайтесь. Болит рука, приседание делайте. Что-то нужно делать, нужно держать себя все время в тонусе. Потому что мне очень тяжело было выходить из этого 106-килограммового состояния, знаешь. 106 килограмм, колено болит. Большой объем работы делать не могу, колено мешает, вес давит. Короче, тяжелые месяцы пережил я сейчас. А сейчас мне хорошо. Мне не так давно представили лицом промоушена, поп-ммэй промоушена арена, капитаном их команды. А насколько это актуально до сих пор? То есть по-прежнему ли все так, как представляете? Да, 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 да. Ребята, там, слушай, арена, команда арена, и это не только команда, которая там поп-ммэй, там бойцы, да? Там Али Абдул Халиков будет и очень серьезные ребята. Вот. Возможно, Агамзат Хиромагомедов. Сейчас посмотрим. То есть сказать, что уже она сформировалась, эта команда, нельзя. Есть определенные, но будут пополнения, которые я хочу. Вот. Сейчас тоже там ребята есть достаточно. Опять же таки, если кто-то себя как-то плохо вел когда-то, сказать, ну что ты, почему бы не сделать его лучше, да? Не научить его правильно? Вот мне говорят, зачем ты туда полез, зачем ты там с ним общаешься? Как зачем? Если, так грубо хотел сказать, не буду говорить. Ты раньше говорил, что тебя вот эта поп-ммэй история не привлекала, потому что на конференциях, если бы ты туда и пришел, то с одним условием, что там не матерились, не дрались и прочее. Ну я и приходил, и не матерились, и все хорошо. Но сейчас уже как бы не так, ты находишься в том числе в тех местах, где матерятся, дерутся, ну и в том числе... Я не слышал мата, где я находился, я сейчас. Ну нет, там проскакивают, у меня здесь в городе проскакивают такие моменты, понимаешь? Я имею ввиду, пересмотрел ли ты ситуацию, ну как-то свое отношение? Я пересмотрел, когда матерится человек, я говорю, не матерись, братюня, не делай так. Сейчас я уйду, это я его сейчас не отпускаю, он уже пытается закончить. Ну спасибо, я опять продолжаю. Смотри, тут, скажем так, мы должны обращать внимание на все, что вызывает негодование у людей, в принципе. Мы должны обращать на это внимание и что-то с этим делать. А если мы будем оставлять это так, как оно есть, то это и будет продолжать вызывать негодование. Если кто-то матерится рядом со мной, я говорю, не матерись. Не матерись, я говорю, ты же от меня мата не слышал, я с тобой разговариваю вежливо, культурно, ничего лишнего не говорю. Почему ты материшься? Он говорит, привычка и так далее. Ну я говорю, старайся работать над этим, это некрасиво, тебя не красит. Вот сейчас без мата ты был бы красивый, а с матом ты некрасивый. Опять же такие, и когда человек соглашается, говорит, да, и вправду нужно убирать это. Это уже хорошо, это уже то, над чем он задумался. Правильно? Вот. Так что не надо мне накидывать, там вот мне говорят, знаешь, а если с другой стороны посмотрим. Поп ММА, хорошо, мы не можем назвать несерьезной площадкой сейчас. Ну кроме самого названия Поп ММА. Вагаб Вагабу, Айбула Мусалов, Аслан Лендруш, там такие международники, там я не знаю, кто хочешь там. Как я могу назвать эти площадки несерьезными? Я не могу, там есть ребята, которые мне накидают, наверное, понимаешь? Как я могу сказать, что это несерьезная площадка? Тем более ты заходишь туда и ты видишь спрос, большой интерес. Вот тут, смотрите, вот посмотрите, Магомед Курбанов. Можно тебя представить, да? Магомед Курбанов, знаешь его? Ну конечно, неприбужденный боксер. Тихо, тихо, тихо. Я тебя спросил, ты интервьюер. Знаешь его? Тебя спрашивают. Не знает он. Знаешь, почему не знает? Почему? Сейчас объясню. Что, я отключил, да? Ты что, я могу? Надавил на него просто. На мне камера отключается. Я еще раз говорю. Нет, нормально. Смотри, почему его не знают? Хотя кто-то знает, наверное, там, смотри. Опять же таки, конкретные любители бокса, да? Которые вот за боксом следят. Я хочу сказать, у этого человека 23-0 в гроте. Он четвертый в мировом рейтинге. Прошу прощения, дорогие друзья. Когда вы мне говорите, зачем ты пошел туда, на такую площадку? Зачем ты вот этой блогерской суетой занимаешься? Потому что я был бы Магомедом Курбановым с 23-0, например. И меня никто не знал бы. Почему? Если вы требуете от нас профессиональную составляющую, пожалуйста, обращайте внимание на профессионалов, которые реально не делают вот эту всю байду, которой я занимаюсь и которую критикуют. Они реально выходят в ринг и делают там свою работу. Делают на отлично. 23-0. Идеальный рекорд. Четвертый в мировом рейтинге. Что еще нужно для того, чтобы о нем говорили? В копилке два их чемпиона мира. В копилке уже. В копилке два чемпиона мира. Да, вот все, блин. Слушай, куда ты смотришь? Эй! Соберись! Видишь? Так что там чисто болтологи. Вот все, кто это пишет, он там всю вот эту байду, они болтологи. Я их не воспринимаю серьезно. Почему? Потому что есть такие спортсмены, которыми они хотят меня видеть. Которым они говорят, вот будь профессионалом. Они все равно смотрят его, не на меня. Представляю вам. Магомед! Убийца! Это я так от себя. Убийца в Контр-Страйк сегодня я был. Контр-Страйк, да. Поэтому. Курбанов! Следите за ним, если хотите. Реальные противостояния. Реальные. У меня, конечно, рилсов нету, брат, как у тебя. Ну, что-то есть все равно. Что-то, да, есть. Что-то скромно, как вы хотите, да. Профессионал 20.0 скромный. Все дела, короче. Смотрите, следите, поддерживайте. А вот ты, например, часто на хардкор-боксинге появляешься. А, например, вот Магомеду в том числе неинтересно было бы попробовать там, на этой площадке, например, себя в качестве участника. Ну и тебе вот насколько там предложения поступают оттуда. Потому что, я так понимаю, ты там недовольный. Я, конечно, прошу прощения. Ты что сказал, чтобы ходить на площадке и заявлять о себе? Тут, конечно, нет. Это, смотри, это моя, это мой балаган. Вот это заходить на площадке, моросить, это мой балаган. Его балаган, это заходить в ринг с серьезными профессионалами и делать свою работу. На отлично, на пять с плюсом. Понимаешь? То есть, нужно разделять. Я говорю людям, которые не хотят, чтобы я был вот таким и так далее, я говорю, вот вам профессиональный спортсмен, которого вы хотите видеть. А другим, говорю, на меня, которым покайфовал то, что я делаю, можете продолжать смотреть и меня, и снова профессиональные составляющие. Ну, у меня просто, я бы, конечно, мог бы присутствовать на хардкору, там, боксинге, там, поучаствовать. Мог бы? Мог бы, мог бы, да. Да, ну, я не могу драться, например. У меня есть контракт, у меня с промоутер, менеджеры. Я в мировой четвертом рейтинге стою. Если даже драться только-только-только так для спарринга, как мы с Магомедом, да, сделали недавно. Не рассказывай. А, нет, все. Я не хочу, чтобы они знали. Нет. Они сейчас спросили, как вы побоксировали. Поэтому, я бы, в смысле, на пресс-конференциях бы поучаствовал, но боксировать я не могу. Кстати, да, ну, вот, видишь, так что, я думаю, я его затяну в эту, как бы, вот в эту кашу, как только могу, аккуратненько. Я скажу, к этим 20 минут чуть-чуть каши надо обратить. Надо же там появились, слушай, не делай, прекрати вот эти, которые, знаешь, там, профессионал, который тормози его. Я уверен, что если я на конференции появлюсь, меня начнут вызовы кидать, на слабо брать, там, захотят со мной, там, помириться с силами. Вот это так говорю. Я считаю, что у Мухаммада Курбанова сейчас одна цель, я считаю, это быть первым в мировом роде. Правильно? Вот я считаю, вот это надо вопрос закрыть. Номер один и стать уже основным чемпионом мира. Кстати, хочу сказать, что у них, как бы, получается в этом рейтинге небольшая такая перестрелочка идет. Получается, смотри, то есть вначале был сын, сын Костю Дзю, знаете, да, он тоже высоко стоят. Сан Дзю, да. Его так и называют везде. Он потом одно время сказал, я не Сан Дзю, я Тим Дзю. Тим Дзю, да, он Сан Дзю. Ну, Сан Дзю, Сан Дзю, да, почти папа Мэй. Сан Дзю, я понял, Сан Дзю. Короче, хочу сказать, что там серьезный парень, как бы, и вот, они вот все время у них меняются строчки. Я же четвертый, он пятый сейчас стоит. Да, было, 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 было наоборот, сейчас как бы он опередил. Магар, ты у нас за пацанов держишь, что ли? Что случилось? Шара, ты гонишь, что ли? Шара, шара запрыгнул в мой поезд, видишь, что, врачи, он теперь исключительно, вот где я буду находиться, я буду говорить, шара, срочно, все, мы едем в одном поезде. Мы теперь в одном вагоне двигаемся, шара. Вот, да, он же газует, он говорит, нет, смотри, чем человек в наглую мой поезд будет запрыгивать, я лучше, я лучше приглашу его, он как бы, он как бы запрыгнул, я говорю, приглашаю Ревенского. Ревенского уходит, дверь закрывается, понял? Ревенского уходит, там уже поезде, по-моему, уже там, Роботин, Смирнов, Шлеменко, там конкретно, да, у тебя свой поезд тоже серьезный, братишка. Котоваться, да? Да, нормально. А почему Шлеменко именно вызвал, а не Магу, например? Мага Зали накидывает, он говорит, что не нужно этого делать. Ой, Мага, ха-ха-ха. Какой он бомбовый, да? А действительно, есть такой интерес? Ты видишь его лысый, почему она такая полёрнутая? Он локтами меня полирует. Я даже не знаю, что вам хочется сказать. Мои ноги вот так летают на нём, как Багдад, вот этот Багдад бываешь, что такое, пуля летает над головой. Его ноги вот так, фу, 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 фу. А мои заходят вот так, ручки, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Шара гигант, у нас очень отличная работа бывает с ним. Кстати, есть определённое противостояние, я думаю, в котором мы уже должны будем поработать исключительно с ним вместе. Валя, на твой взгляд, с кем должен шара следующий бой провести в РСССР? С Владимиром Минеевым. Не обязательно, сэр, ну, я считаю, что в РСССР не получится, наверное, да, с Минеевым? В Минеев, да, не получится. Окей, тогда в РСССР... Нет, слушай, есть же хорошие ребята в РСССР, правильно? А ну скажи, Ярик, а ну скажи, ты знаешь. Рогозин, Смирнов, ну да. А, ты это там. Подожди, я его подкидываю. Не-не, подожди. Ты с камерой говоришь? Рогозин? Не-не-не, он просто, я его подкидываю, что он сказал имена. Мария, Рогозин, подходит? Смирнов. Смирнов подходит? Минамото. Ну, он приезжает. Минамото оставим, давай. Смирнов Рогозин. Ну, как минимум. Кто? Смирнов или Минамото? Любой скажи. Любой, он хотел бы сказать, кроме Магомеда и Смыл, но он не может. Его вот это не позволяет сейчас. Скажи этот... Солидарность? Нет, его... Не, вот... Его вот это... Скажи. Ну, давай. Давай. Ну, сделай это. Ярик гигант. Ладно. Все. Газанули до Ярик. Газанули. А ты сейчас сделали хорошие интернетики? Да, да. Стабильно. Бабки? Давайте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...